Девушки отдыхают Депардье стал метаться, куда же ему пристроиться, а вот тут-то Владимир Путин и предложил ему побыть в нашей стране, то есть стать гражданином нашей страны. И 1 января 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства, а в том же месяце актер прибыл в Саранск, где руководство Республики Мордовия предложило квартиру либо собственный дом. Тогда же Депардье получил звание почетный удмурт. Ну как здесь не рассмеяться, друзья, господи! Ну это же Депардье! Почетный удмурт, друзья! Это смешно, конечно. Итак, почетный удмурт той же зимой получил звание почетного гражданина еще и Чеченской Республики, и пятикомнатную квартиру в Грозном. В феврале 2018 года актер заявил, что он не планирует жить не там, не там, не там, а планирует жить в Алжире. Вот такая смешная ситуация с актером Депардье, который решил, в общем, получить любое гражданство, только чтобы не платить налоги. Но еще же он у нас и винодел. Говорят, скупает земли тоже в России под свое вино. Сколько можно этих земель купить? Наверное, много, наверное, актерской карьеры. Конечно, он уже пожилой человек, поэтому понятно, что он уже уходит с актерской карьеры. Но вот имя-то, имя, оно такое гремящее, он еще такая грозная боевая фигура, поэтому его принимают везде. Ну и как тут Лукашенко не принять его? И в 2015 году Александр Лукашенко тоже решил пригласить Жерара Депардье косить траву, традиционным способом, косить траву вместе с Александром Лукашенко. Но в этом отношении Лукашенко молодец. Он как бы от земли не отрывается слишком далеко. Нет, конечно, он оторвался от земли, он оторвался от людей. Все понятно, друзья. Он стал другим человеком, ведь власть, она меняет сильно человека. А с Депардье он опять пошел косить траву. Взял косу и пошел косить траву. Обычным, традиционным способом, конечно. Также он угощал Депардье своими белорусскими продуктами. Я думаю, там было что поесть. Я думаю, что, друзья, очень даже было все вкусно. И заодно он также предложил небольшой участочек 0,15 га на берегу Минского водохранилища. И отдал ему, ну оно называется Минское море. Оно искусственно сделанное. И было сделано оно в 1954 году. И отдал в аренду Депардье участок на этом море. Это очень дорогое место. Отдал в аренду на 99 лет. Столько Депардье явно не проживет. Ну, значит, какие-то внуки или правнуки Депардье будут пользоваться в глубинке белорусской его участками земли. Я понимаю это так. Возможно, это будет что-то и другое. Итак, деревня, которую предложил для жития и проживания Лукашенко, это Лопоровичи. Лопоровичи находится прямо напротив города Минска через то самое море. Минское море. Море находится всего в 10 километрах от столицы. 250 человек проживает в Лопоровичах. То есть деревенька маленькая, очень такая богатенькая деревенька для богатых людей. В Лопоровичах проживает всего 250 человек. Дома стоят практически на берегу. Ну, в этом-то и прелесть. Вся этого места, что они стоят все на берегу. Эта деревня стала престижной относительно недавно. Там появились спортсмены, там появились спортсменки, там появились люди, которые причастны, может быть, к искусству или спорту. Но для депортии это интересно, конечно, тоже почему бы и нет. Так красивые белорусские рядышком. Да, что мужчине нужно, друзья? Ведь когда мужчина все имеет, он достаточно богат, а здесь так красиво его принимают, как короля. Ну, по-свойски, конечно, но как короля принимают. Перед ним все стелятся и столько девушек белорусок. Вот вы понимаете, стань хорошим актером, и тебе любая девчонка белорусская будет доступна. Но оно противно на самом деле, друзья. Я не знаю, как вы находите это, но на мой взгляд это противно. На самом деле это противно, когда вот так запросто все торгуется. Понимаете, за какие такие заслуги ему дали? И в Удмурте, да еще почетный Удмурт. Ну, какой он твоим... Да, в общем, вы меня поняли, да, почетный Удмурт. Ну, откуда? Ну, хотя он, может быть, конечно, и Удмурт по своему коренному, скажем, происхождению. Мы это не знаем. В Чечне тоже пятикомнатную квартиру. Я думаю, что у Рамзана Кадырова много забот. Конечно, ему приятно, что приезжает актер. Но он к этому так, знаете, относится сверху. Даже, можно сказать, так совсем сверху смотрит на этих актеров. Хотя он такой ласковый парень и очень, на мой взгляд, умный, конечно. Но пятикомнатная квартира, я думаю, она тоже стоит. У него там пустая. И когда еще туда он приедет, этот Депардье, и захочет ли он туда приехать, думаю, никогда. Ему это просто не нужно. А дошло все до того, друзья, в этой белорусской деревне, в Лапаровичах, что дома стали стоить от 25 тысяч евро до миллиона. Ну, вот такая ситуация. Только за одно имя Депардье. Депардье или Депардье. Джерард Депардье. И в Белоруссии знают его по фильмам, которые крутят. И так же крутят много, чтобы он был узнаваем, и чтобы люди его любили. Ну, вот такой он какой-то, знаете, ну да, он хороший актер вроде бы. Я бы не сказала, что я его когда-то бы любила. Вот это его громадное тело, рыхлое, здоровое, оно меня, конечно, угнетает. То есть оно не доставляет эстетического удовольствия. Ничего мне не могу сказать. Это его тело. Так вот, по словам Лукашенко, когда они поехали косить траву, актер Депардье просто ахнул, увидев природу и чудесных красивых девушек в Белоруссии. И это я напомню вам, в 2015 году Александр Лукашенко пригласил Депардье на совместный покос. То есть с условием, что они поедут косить траву. Так батька молодец, конечно, условия свои выставляет. Он мастак на такие вещи. Ну, не просто же визит какой-то. Он неинтересен. Там хлеб откусил, попробовал. Здесь девку подсунули. Но это неинтересно, друзья. Это как-то банально и скучно. Но вот водку с изображением Депардье, конечно, тут же создали. Ну, что стоит нарисовать рисунок, эту этикетку и приклеить на обычную водку? Ну, вчера она была водка Путинка, сегодня она водка Депардье. Состав, наверное, один и тот же, я так полагаю. И, конечно, Депардье все там нравилось. Надо сказать, мне Белоруссия тоже очень нравится. Очень чистая страна. Едешь по лесной зоне, по дорогам. Чистота, друзья. И оно само по себе, конечно, ничего не делается. Я, когда ехала очень рано, утром, совсем рано выезжала, то я видела, граждане выходят на работу и собирают мусор вдоль дороги. Любая трасса – это, конечно, мусор. Потому что люди все равно будут выбрасывать свои бутылки, свои какие-то напитки. Хотя именно в Белоруссии вдоль дороги стоят в некоторых местах такие большие урны, куда вы можете подъехать и положить свои бутылки и мусор. А потом их также собирает. В общем, там чистота, конечно. Батька здесь молодец. Он в чистоте содержит свою страну. Это важно. В 2017 году Депардье снова приезжал в Белоруссию, дегустировал вина. Ему понравилось очень шампанское. Я думаю, что, наверное, это, конечно, друзья, так, для красного словца. Потому что против французского шампанского, белорусское шампанское. Ну, что могу я вам сказать? Конечно, это невозможно. Мы не можем сказать, что это как бы оно даже на один стол не поставят. И вот этим самым своим приглашением первый раз в 2015 году Батька так подчеркивал, что его Депардье очень просил об этом. И вот этим приглашением и своим радушием, и так как Батька его мог встретить, конечно, Депардье стал приезжать каждый год. И в 2018 году он тоже приезжал туда. И на открытие фестиваля музыкального «Славянский базар» в Витебске он там побывал. И выразил вот тогда он желание пожить среди крестьян в Белоруссии. Это знаете, как барин приезжает, и вот хочется ему на сеновале поваляться с крестьянками. И так это все душевно. Как в свое время Лев Толстой уехал в Ясную Поляну валяться с крестьянками на сеновале. Да валялся. Сейчас вся Тула, это потомки львята толстые бегают, и все тульские прибрежные деревеньки. А местные жители как реагируют? Местным жителям, конечно, нравится. Нравится, что будет приезжать Депардье. Но он не приезжает. Ему не до этого. Вот побывал он раза три с Лукашенко куда-то туда, выехал сюда, в десятое место. Но сколько ж можно? Я думаю, что Депардье в конце концов надоело приезжать в Белоруссию, как и в Россию, между прочим. И я не знаю, он гражданин, конечно, я так полагаю, и России, и Белоруссии, и почетный Удмурт. Но проживает в Алжире, я думаю, там ему более понятная обстановка, нежели у нас, в наших постсоветских республиках. Но разные мы. Разные мы по менталитету. Разные по условиям жизни. Разные по тому, как мы умеем создавать эти условия жизни. Покосили траву с Лукашенко. И замечательно, это войдет в историю Белоруссии. Я Таня Карацуба, Сиидбурхан.